Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Эйтон ТВ. Программа «Особая папка». Меня зовут Александр Вальдман. Вместе со мной в нашей телевизорской студии мой коллега Александр Гурарьи и, как всегда, наш компетентный собеседник Яков Кедми. Яков, рад приветствовать! Добрый день! Добрый день! С приездом! Друзья, сегодня, как мы обещали, Яков Кедми ответит на ваши вопросы и с места в карьер. Единственное, что я хочу отметить, на этот раз было вопросов очень много, около 300 вы нам прислали, если даже не считать подразделы, потому что некоторые вопросы состояли из целого ряда дополнительных вопросов. Когда я выложил это на страницу в компьютере, все вопросы, это было 37 страниц. Ну, что делать? На все не удастся ответить. Яков. Мы сгруппировали часть вопросов, потому что некоторые вопросы повторялись. Мы сгруппировали, мы выбрали, на мой взгляд, самые интересные, охватывающие, самый широкий спектр, тем, которые мы хотели бы осветить. Яш. Тогда мы начнем. Владимир пишет. Вы не раз подчеркивали положительную роль Сталина в истории СССР. Не кажется ли вам, что всенародная любовь к Сталину, это результат пропаганды, фактически была уничтожена разведка, командование Красной Армии, задавлена культура, религия, наука? Он патологически боялся потерять власть, тасуя колоду приближенных. Управление государством держалось на страхе смерти. Объясните, за что уважать этого человека? Ну, объясните, за что уважать этого человека. Можно в двух словах. Он создал государство, которое создают, называется Советский Союз. Это государство сохранило историческое наследие Российской империи, как в границах, так с точки зрения населения. И не дало уничтожить Россию и русский народ, как и как народ, и как государство. Потому что, если бы не он, Ленин не успел. Заложил только основы, но быстро умер. А никто вокруг него не мог бы сделать этого, потому что в большинстве своем именно его линия и привела к созданию этого государства. На этом пути было много ошибок, было много жертв, было много насилия. Но такой был век, такова была история. А вот это утверждение неверно. А откуда взялась культура, которая расцвела в Советском Союзе за эти годы? Откуда взялась наука, которая развелась в эти годы? А откуда развелась промышленность, которая была на эти годы? Это именно его политика была. Так что говорить, что он все это разрушил, нет. Он часть сохранил, часть создал заново, чего не было. И когда оценивать любого государственного деятеля, я говорю, надо оценивать его, исходя из положительных результатов и отрицательных. Охаивать все и отрицать, это, во-первых, неверно с исторической точки зрения, и это неправильно. Восхвалять и говорят, что все, что он сделал, было гениально, тоже неверно. У него было много ошибок, и он сам говорил потом, что у него было много ошибок. Он не уничтожил советскую разведку. Факт остается фактом. Советская разведка расцветала и была намного более эффективная, чем западная, чем германская. Если бы этого не было, не было бы Советского Союза. Да, он нанес ущерб советской разведке. Это верно. Он не уничтожил руководство Красной Армии, он создал Красную Армию, увеличил ее. Да, чистки нанесли ущерб определенному количеству командования Красной Армии. Это верно. Но он ее не уничтожил. Факт, что эта армия победила во Второй мировой войне и победила в Отечественной войне. И на 45-й год это была самая сильная армия в мире. Так что не надо все мазать одним цветом, ни черным, ни белым, и не серым. Жизнь многообразная и люди многообразные. Как государственный деятель, который вложил свою лепту в страну, он сделал для России, для советского государства больше, чем какой-либо государственный деятель в 20-м, 19-м, 18-м веке. Александр спрашивает. В отношении Украины вы часто делали неутешительные прогнозы на будущее? Вопрос. Неужели в Украине совсем нет каких-либо прогрессивных сил, способных хоть как-то изменить ситуацию, ведущую в пропасть? Можете ли вы назвать имена людей, действительно, патриотов своей страны? И еще подобный же вопрос. Тельман. Как вы оцените украинских политиков Мураева, Медведчука, Шария? Галина Родзак спрашивает. Скажите, кто и когда снесет нацистскую власть в Киеве? То есть, вот так мы объединили три вопроса. Я не вижу никаких здоровых политических сил, у которых есть реальная возможность изменить ситуацию на Украине. Я не вижу серьезных политических делей, хотя я следил с более положительными качествами, в том числе тех, которые упоминали, которые в той или иной степени выражают более правильные мысли по отношению к Украине. Но реально здоровых политических сил внутри Украины нет. Иначе бы она не была до этого. И я согласен с тем, что сказал президент России, что он сомневается, что ситуация в Украине может выправиться без пролития крови внутри Украины и без серьезных потрясений. Естественным путем, к сожалению, врага это у нас. Мистер Гуд спрашивает. Из крупных мировых империй, пожалуй, только Китай исторически возвращал себе периодически первое место в мировой экономике. Есть ли какая-то особая черта этой цивилизации или народа? Я хочу повторить то, что было написано в «Капитале Маркса». Бытие определяет сознание. Условия, в которых жил и развивался китайский народ, они сформировали и его менталитет, и его культуру, и его политическую зрелость, и опасности, перед которыми стоял Китай, и те преимущества, которые дал. И поэтому сегодня Китай такой, какой он есть. Дальше, в процессе развития, те свойства, которые принимали, и которыми отличались те или иные периоды истории Китая, они также влияли и на его развитие. И не случайно, допустим, конфуцианское движение это было одно. А с другой стороны, очень многие социальные явления были возможны только в Китае, исходя из его долгой и богатой истории. Поэтому Китай оставался и будет оставаться империей не абсолютной, потому что империя – это обычно многонациональное государство. В Китае основная народность Хань – это 90 с лишним процентов населения. Все остальные национальные меньшинства, может быть, по европейским масштабам, но они, кажется, большие – 5-7-8 миллионов, но они не влияют на это. Китайская культура у нас, в основном, она впитывала в себя тех, которые приходили, и они, в конце концов, действовали как китайцы. Самый лучший пример – это монголы, которые захватили Китай, и правителями Китая были монголы, а через несколько сот лет вернулось все в обычное китайское русло. Светлана Блюменталь и Пингвина Авдотьи спрашивают, почему Израиль никак не реагирует на фашизацию Украины, возвращаемся в Украину. Почему власти Израиля общаются и поддерживают правительство на Украине, хотя там героизировали Бандеру, УПА и проходят марши памяти нацистских соединений, с учетом назначения Яроша советником министра обороны? Ну, во-первых, израильское правительство ничего не поддерживает, оно поддерживает с Украиной нормальные отношения, так же, как и с странами Прибалтики и с другими странами. Почему наше правительство не реагирует так резко, как оно реагирует на намного более минорные проявления возрождения нацизма или похожее на это в Западной Европе? Ну, это игра в политику, политика всегда немного подлое и бесчестное дело. У меня тоже критика своего правительства за его умолчание в отношении прибалтийских нацистских движений и возрождение обеления нацизма, так же в отношении Украины. Ну, вероятно, те, кто стоят у власти Израиля и стояли в прошлом, я имею в виду то или иное правительство, больше готовы поддерживать общую политику Соединенных Штатов, чем отстаивать национальное достоинство и национальную память. Юрий спрашивает. В одном из ваших видео вы говорили, что СССР один раз стоял на пороге применения ядерного оружия против Израиля. Как вы считаете, возможно ли повторение подобной ситуации в современных реалиях, например, в случае попытки Израиля применить ядерное оружие против Ирана? Такой ситуации уже не будет. Во-первых, та ситуация, которая была, она была специфически как для Израиля, так и для Советского Союза, так и для Ближнего Востока. Я не думаю, что Израиль примет ядерное оружие против Ирана без того, чтобы Иран сделал какие-то шаги к применению своего ядерного оружия, если когда у него было. Я не думаю, Россия сегодня это не Советский Союз, и поэтому Россия вряд ли будет участвовать в каком-то военном конфликтке на стороне какой-то страны. Если только страна, это не будет уничтожать ее поражение, и эта страна не будет называться Китаем. Игорь Мартынюк. Использование Байрактара на Донбассе – это показуха или реальная слабость системы ПВО против него? Почему его не сбили? Каков шанс перехода конфликта в горячую стадию против применения беспилотника на Украине? И как должна реагировать Россия? Людмила Юсупова. Объясните, как Россия не защитила Сербию от бомбардировок? Понятно, были слабые очины. Что мешает принудить Украину к миру на Донбассе? В отношении беспилотников вообще, и Байрактаров в частности, это не какой-то особый беспилотник, обычный беспилотник, созданный гаражным способом из запасных частей, комплектующих разных стран. Довольно средненький по своим мгвовым качествам, и сбить его не представляет никакого труда. Россия не обязана сбивать этот беспилотник, потому что он не атаковывал Россию. Но сбить его и ликвидировать все беспилотники, которые существуют на Украине, не представляет никакой проблемы. Но почему Россия не применяет силу для того, чтобы навести порядок на Украине? Вероятно, в России еще до сегодняшнего дня царило мнение, что лучше бы, чтобы ситуация на Украине была решена мирным путем, без применения силы. В данном случае Россия предупредила, что будет применять силу, если начнется наступление на Донбассе. Пока это наступление не начинает, значит Россия силу применять не будет. Михаил Одарюк спрашивает. Я говорю, как вы думаете, откуда в Израиле столько русофобов, особенно среди выходцев из России? Я думаю, что у нас русофобов больше, чем в любой другой стране, намного меньше, чем в любой другой стране. Почему те или иные люди, даже можно разделить израильское население на два? Одно, это нерусскоговорящее население, которое находится под огромным влиянием западной пропаганды, американской промывания мозгов, ничего не знают, не понимают на России. И в израильском изложении на еврите Бреда, Нью-Йорк Таймс или британских, или других газет, это для них все, что они знают. А базисное образование у них не далеко ушло от американского, и вряд ли они могут что-то серьезное сказать о России, о том, что происходит. В отношении русскоязычных большая часть симпатизирует Россию, и меньшая часть пытаются за счет своего отношения к России скомпенсировать свое чувство обиды или унижения, и свои комплексы из-за того прошлого, которое у них было в России, зачастую связанное с антисемитизмом. Ну, у людей такая привычка кого-то обвинять в своих венах. И если вот они сейчас не совсем устроены в Израиле, так в этом виноват Путин или станет кто-нибудь другой. Это обычное человеческое качество. Эстер спрашивает. В России, в отличие от США и европейских стран, личность главы государства играет решающую роль. В связи с этим многие россияне боятся времени, когда Владимир Владимирович Путин покинет свой пост, и на месте президента окажется человек, который может не справиться с управлением такой большой и сложной страны. Попросту говоря, боятся слабого руководителя, который опять профукает страну. Кого лично вы видите достойным преемником президента Путина? Я не настолько глубоко знаком с политическим истеблишментом, с политической культурой и элитой в России, чтобы сказать, кто из них и как. Определение верно, что сегодня во многом нынешняя Россия обязана правлению Путина, его подходу, хотя и у него было немало ошибок. И сегодня есть тоже. На этот вопрос самый лучший ответ. А кто мог представить в 1998 году, что вот этот бывший подполковник КГБ, он станет именно таким государственным деятелем в России, каким он стал. Предвидеть это невозможно, но правда остается правдой. Россия уже доказала, что при отсутствии серьезного лидера, это слишком сложная, слишком большая страна, она может и рухнуть. Это то, что произошло в 1953-1954 году. Это то, что произошло в 1990 году. Это то, что произошло в 2017 году. Грег 93 спрашивает. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, существует ли вероятность в обозримом будущем краха долларовой системы в США? Ведь ослабление американской государственности налицо. Не обернется ли это еще большими проблемами для мира в виде хаоса? Я думаю, вопрос не случится ли это, а когда это случится? Сергей Станиславович, Какая может быть в ближайшем обозримом будущем судьба Прибалтики в целом и Калининградской области в частности? Судьба Калининградской области, она уже определена. Она будет такой, как она есть, если не разрастется до всей Восточной Пруссии, пока Россия будет существовать. А в отношении Прибалтики, Прибалтика доказала, что ни одна из стран Прибалтики не жизнеспособна, ни демографически, ни экономически, ни политически. Поэтому рано или поздно они прекратят свое национальное и государственное существование. Тем или иным способом, будет ли это через 20 лет, через 40 или через 50 лет, я не знаю. Может, в какой-то мере есть шансы оставаться у Литвы, это тоже не уверен. Ни Латвия, ни Эстония не доживут до конца этого столетия. Ни демографически, и, понятно, ни экономически, ни политически. В качестве предатка какой-нибудь другой стране, живя на ее подачке, они еще могут существовать, но тоже недолго. Влад спрашивает. В этом году исполняется 30 лет со дня распада Советского Союза. В течение 30 лет во многих странах, которые были в Советском Союзе, сегодня ситуация плачевная. Что будет с этими странами в ближайшие 30 лет? Изменится ли ситуация в лучшую или худшую сторону? И как Эстония смогла продвинуться вперед по сравнению с другими республиками в борьбе с коррупцией? Во-первых, в Эстонии продвинулась она вперед, я не знаю. Сегодня первый раз за всю историю в Эстонии. Наименьшее количество эстонцев живет в Эстонии. Их меньше 100, меньше миллиона. Так что таким темпом можно будет констатировать потом, что операция удалась, но больной умер. То, что в истории не такая высокая коррупция, с такой убогой бедной экономикой, это не трудно. В Эстонии нет больших проблем. И потом эстонцы традиционно не народ торговый. А те, кто меньше занимается торговлей, тем меньше сложно коррупции. Хэтг Фокк. Давно хотел спросить, как вы думаете, в чем причина того, что по окончании Второй мировой войны, имея тотальное преходство в области ядерных вооружений, США так и не решились на превентивный ядерный удар по СССР? Соединенные Штаты планировали Первый ядерный удар по СССР уже в 46-м году были определены первые города. Они не решились по двум причинам. До появления, до того, как ядерное оружие стало на вооружении в Советском Союзе, оно стало на вооружении в 51-м году, хотя первые испытания были в 49-м. Первая – это огромная армия в Европе, которая была в Советском Союзе, которая угрожала при случае начала войны в течение оперативной стратегической задачи, и оперативная стратегическая задача была захватить всю Европу в течение 72-х часов, выйти к Атлантическому океану. И на это Россия и Советская армия были способны, и американская армия ничего не могла с этим сделать. Во-вторых, совершенно справедливо, и это было указание Сталина, была резко усилена истребительная авиация, поскольку доставить атомные бомбы до цели в глубине Советского Союза, а Восточная Европа создала дополнительный буфер, это было много часов полетов, тяжелых бомбардировщиков, которых не могли сопровождаться истребители, и поэтому тысячи советских истребителей могли практически свести на нет попытку американских самолетов долететь до цели в глубине Советского Союза. И поэтому, с одной стороны, это было проблематично и неоднозначно привело бы к успеху атомная атака, а с другой стороны, шансы потерять Европу были более реальны. Поэтому американцы не решились, и не решились так и до сегодняшнего дня. Хотя в лучшие времена в Пентагоне было обозначено полторы тысячи целей на территории Советского Союза, по которым следует нанести ядерный или термоядерный удар по некоторым не один раз. — Два вопроса про израильскую армию. Влад и Кибердей. Вы поднимаете много проблем армии обороны Израиля. Пытались ли вы объяснить свою точку зрения лицам, принимающим решения напрямую, например, начальнику генштаба ЦАЛа? Какой должен быть ЦАЛ? Возможно ли его формирование на профессиональной основе, а не на резервистских силах? — Ну, во-первых, привычка в израильской армии, что тот, кто сегодня занимает какой-то пост, он самый умный. И очень редко израильские генералы советуются со своими предшественниками. Даже, я не говорю о себе, а даже намного более заслуженными и более опытными. Это обычная проблема в израильской армии. И вы в Израиле вообще. А с другой стороны, мнение об израильской армии слишком преувеличено. И больше в этом играет со стороны израильтян желание видеть армию самой лучшей, самой успешной, самой эффективной. И очень часто желаемое удается за реальность. А неудачи израильской армии очень часто, не всегда несправедливы, но большая часть несправедливы, перекладывают на политическое руководство, как это, например, было в 73-м году. Израильская армия должна быть намного более профессиональной. Ее костяк должны составлять профессиональные силы и плюс солдаты срочной службы. Но без резервистов вряд ли она сможет выполнить свои задачи максимальные. Хотя сегодня реальные угрозы военной Израилю не существует. В какой-то мере существует потенциальная угроза, если и когда, и то с ней можно справиться. У Ирана будет ядерное оружие. У Ирана или у другой какой-то страны. Но я против отмены срочной службы. Даже если будет хорошая профессиональная армия, срочная служба должна оставаться. Даже для девочек? Я считаю, что израильская армия сегодня, судя по ее целям, если бы правильно и грамотно было бы сформировано, то нет никакой необходимости брать девушек в армию. Если кто-то хочет по своей инициативе, то это пожалуйста. Если подходит по своим качествам, как физическим, так интеллектуальным, могут делать что угодно, почти, но не все. А все-таки женский организм, он по-другому устроен, другие нагрузки может выдержать. Но я считаю, что нечего делать девушку в армию. Если бы брали всех этих паразитов, которые сидят в Ешивах, то тем более отпала необходимость брать девушек в армию в качестве солдат срочной службы. Это один из наших атовизмов, который держится двумя руками, глупость держать в армии свою собственную армейскую родиостанцию. Яков, вопрос, который нам задают почти на каждом подобном мероприятии, ответы на вопросы. Александр Легкий, почему евреи такие умные? Правда ли, что с 3 века раввины запрещали выдавать дочерей евреев за неграмотных мальчиков евреев? Если да, то как долго это продолжалось? Можно ли это считать положительной селекцией внутри вашего народа? Во-первых, я не считаю, что евреи такие умные. Дальше отвечать не надо. Евреи всегда были более образованы. Это началось еще при последнем, при первосвященнике, когда незадолго до иудейской войны, когда храм был разрушен, а потом уже начиная с 3 века, когда возрождали еврейскую религию, было правило, что каждый еврей должен отдать всех своих мальчиков в 6 лет учиться грамоте, чтобы они могли не только читать и писать, но и правильно изучать и трактовать Тору. И было введено правило, что тот, кто не отдает своих сыновей учиться грамоте, за того не выдавать своих дочерей. это отложило свой отпечаток на образованность евреев, на способность к экстрактному мышлению, потому что с того времени иудаизм перестал быть храмовой религией. После того, как храм был разрушен, превратилось больше в виртуальную абстрактную религию, а заниматься абстрактными вещами, и изучать развивать абстрактное мышление. И поэтому получилось, что евреи были более грамотны, более грамотны во многих проблемах, в том числе отношения между людьми, в том числе в области права, в том числе в области трактования или споров. А что такое талмудический спор, и что такое талмуд и гмура, это как учебник по юриспунденции или учебник по философии. И эти споры оттачивали умы и заставляли людей, каждое поколение, все больше и больше развивать интеллектуальные способности. Но это не привело к тому, что евреи умный народ. Среди евреев чаще попадаются люди, у которых более развито абстрактное мышление. и количество лауреатов Нобелевских премий, и то, что я высоко ценю, это там тоже свои используют подковерные игры, но все-таки факты говорят сами за себя, говорят о том, что количество людей, которые способны к экстрактному мышлению, среди евреев чаще попадаются такие люди. Но называть нас умным народом, это поживите в Израиле, вы придете к выводу, что это не совсем верно. Евгений спрашивает, Яков, как оцениваете идею переноса столицы России в Сибирь для увеличения связанности страны ввиду того, что центр развития в ближайшие 20-50 лет сместится на Дальний Восток? Что думаете о старте проекта Шойгу «Кедровый тракт»? Речь не о переносе столицы, о переносе многих научных, промышленных образовательных центров в Сибирь. Был такой опыт в Бразилии, он не совсем привел к хорошим результатам, то есть он не дал твоего результата. Если в России кто-то считает, в том числе Шойгу, который доказал дважды свои организаторские государственные способности великолепно, может быть это имеет место, я не знаю, это дело российских граждан, но то, что Сибирь должна и может развиваться, это да, ну первая попытка это была Новосибирский академгородок, он оправдал себя, сейчас вот хотят строить возле Владивостока город-спутник, такого же порядка, может быть, я не знаю. Спецслужбы всегда Антон спрашивает, вели разработки в сфере психологии, допускаете ли вы, что небывалое противостояние республиканцев и демократов в США, практически паралич власти, с антробежной тенденцией в ЕС, нарушение евроатлантического взаимодействия не случайно является следствием достижения в этой сфере? Нет, это обычная вещь, а почему грамотный и дисциплинированный немецкий народ повел себя так, как повел? Это может быть среди любого народа, даже и среди нашего, и среди еврейского, пожалуйста. Это историческое развитие, потеря национальных нравственных ориентиров, бедность и убогость интеллектуального и руководства и культурной и политической элиты. Они могут привести любого народа, любую культуру к деградации, так уже было в истории. Также и Соединенные Штаты, они не исключение из этого. Так что это те проблемы, которые народ не в состоянии решить в самом себе. Я заканчиваю первую часть нашего разговора. Вопрос Антона Проняева. Во Франции была предотвращена попытка заговора с целью свержения власти. Как вы думаете, это спектакль перед выборами президента в 1922 году или робкая попытка здоровых сил остановить неминуемое исчезновение Франции в современном виде? Возможно ли вообще в какой-либо стране коллективного Запада такое явление, как насильственная смена власти? Франция славится историей насильственного смены власти. Великая французская революция это насильственная смена власти. Узурпрация и захват власти Наполеоном это тоже смена власти. После этого было много во Франции были бунты. Если кто помнит, Парижская коммуна это тоже было не совсем либеральные шествия. Это возможно. Те, кто помнит подполье против и покушение против Деголя ОАЭС за уход Франции из Алжира то же самое. В Франции это не то, что национальный спорт, но это может быть. То, что произошло недавно, это попытка объявить государственным переворотом, чтобы подавить те политические силы, которые резко выступают против разложения французского общества, ведущего его к гибели, как считают французские офицеры и генералы. Заговора там не было, никаких элементов заговора не было, не было никакой попытки захвата власти. Да, люди объединились, люди, особенно служившие Франции в лучшем смысле этого слова, они объединились, чтобы выразить свое мнение. Это можно назвать политическим объединением, но никаким не заговором, потому что даже в отличие от того, что было против Деголя, никаких подобных вещей не было. Спасибо, спасибо, друзья, за то, что вы были с нами. Смотрите, продолжение будет также интересно. субтитры, субтитры, спасибо, спасибо, Продолжение следует...